Ну что ж, я думаю, нет фактически никого, кто бы не слышал о пожаре в Нотр-Дан-де-Пари. Значимое событие произошло, и, конечно, когда я 15-го числа в 19.00 где-то я услышал о том, что горит собор, и увидел первые кадры, первое мое желание было сесть на машину и поехать туда, потому что я живу всего в 300 километрах, и, в принципе, несколько часов я был бы там, но вовремя остановился, потому что по радио сообщили, как раз для таких, как я, не торопитесь, движение будет перекрыто, потому что непонятно, что там происходит, и, возможно, это террористический акт, возможно, там еще что-то будет происходить, и, в любом случае, извне в город заехать будет крайне сложно. Ну и я, как и все, наблюдал все это в интернете, и ужасающие кадры, падение шпиля. Я, слава богу, я человек спокойный и здравомыслящий, поэтому я сразу не впадал ни в какую истерику, ни в какую панику, и решил посмотреть, что будет в течение этих двух дней, какая будет реакция. И, конечно же, я не ошибся, в основном мировая пресса, и особенно в том числе и российская, русскоговорящая пресса, сразу стали играть на чувствах людей, так как люди катастрофы и какие-то негативные события воспринимают всегда гораздо более ярче, чем позитивные, и поэтому можно было прочитать такие умопомрачительные заголовки. Ну, например, «Пережил две революции, не пережил наше время» или «Девять столетий истории утеряны в грешном аду». Это написала одна из христианских газет, конечно. «Пожар опустошил Нотр-Дам, символ европейской культуры. Это горело сердце Европы». Но все-таки на фоне вот всех этих истеричных заголовков, и мы с вами прекрасно понимаем, для чего это делается так, для привлечения внимания, для того, чтобы люди как можно больше раскупали или заходили на сайт этих газет, отличилась, конечно же, Ксения Собчак. Вы знаете, я всегда подозревал, что эта женщина глуповатая, да, потому что я делал несколько роликов, хотя я пророчу ей даже роль преемницы на пост президента России. Но в этот раз она отличилась особенно. То есть такая феерическая глупость, которую она написала, я просто не могу пройти мимо. Итак, если вы вдруг еще не слышали, то послушайте, что написала Ксения Собчак. Сегодня Нотр-Дама не стало. И, конечно, потом найдут реальную причину возгорания, в кавычках. Но я эту причину на самом деле давно знаю. Она глобальнее, чем то, кто именно бросил спичку. Моя любимая Франция стала такой страной, где бьют витрины дорогих бутиков просто потому, что они дорогие. Каждую неделю бастуют охреневшие от собственной важности профсоюзы. Налоги таковы, что успешные люди просто переезжают, а уволить человека стало почти невозможно. И я абсолютно убеждена, что это как-то кармически связано с тем, что сгорел шедевр, который всем своим видом представлял наглую роскошь, огромный вложенный труд, явно не 36 часов в неделю и победу воли человека над миром. Я не знаю, что построят на этом месте в стране, где теперь по статистике каждый пятый носит имя Мухаммед. Но я точно знаю, что шедевры не служат разуму, который их не достоин. Вот таким опусом разразилась Ксения Собчак. Я не знаю, что построят на этом месте. Прочитав это, я даже не знал, как на это реагировать. А для чего нужно что-то строить? Собор стоит. Собор не разрушен. Собором, Ксения, ничего не произошло. Что построят по статистике в стране, где каждый пятый носит имя Мухаммед? Я знаю еще одну такую страну, где каждый седьмой носит имя Мухаммед. Ну, если по ее аналогии это страна Россия. И что? Может быть в стране Россию уже все ходят в пранже? Или Ксения настолько далека от реальности, она не знает, что Франция уже много веков наполнена арабами, африканцами. Это вообще-то такая страна, ничего удивительного. И точно так же, как в России ничего не происходит с большим количеством мусульман, точно так же и во Франции Мухаммеды, Ахмеды и прочие никакого отношения к этому пожару не имеют. И да, Ксения, пожары случаются. И я больше сказал бы этой госпоже мега дуре, что собор Парижской Богоматери, когда не было никаких Мухаммедов, пережил еще два пожара в своей истории, в результате которых были потеряны многие вещи. В этот раз, если госпожа Собчак не знает, произошла уникальная вещь пожарной, им просто медали всем нужно вручить, очень правильно потушили пожар. Потому что вопрос не только в том, чтобы просто потушить пожар, а вопрос в том, как его нужно потушить. В этом случае отличился господин Трамп, ну лишний раз доказавший, что он идиот. Он в своем твиттере написал, что больно, дескать, за этим наблюдать, и почему бы не запустить самолеты и залить сверху все это водой. Я, кстати, когда вышел этот твит, смотрел одновременно передачу, где немецкие эксперты посмеялись и сказали, это, видимо, была шутка, или господин президент просто дурак. Все согласились на втором, что он просто дурак, так как французские эксперты и пожарные правильно оценили ситуацию. Они поняли, что если сверху заливать водой, то вот эти перепады температур могут привести к обрушению всего здания. Они оценили, что сгореть в этом здании может только крыша, где вот эти балки-своды, сделанные еще из дерева, только это может сгореть. И поэтому они потихоньку заливали это водой, при этом стараясь весь собор не утопить в воде, чтобы сохранилось то, что внутри находится. И им было важно сохранить здание, сохранить эти башни. И поэтому пожарные поступили правильно. И в результате их слаженной, абсолютно оправданной работы все самое ценное, что находилось в этом соборе, было сохранено. Итак, что это? Это терновый венок, его, конечно, вынесли в первую очередь. Терновый венок, который якобы носил Иисус Христос, это относится к главным ценностям Нотр-Дама. Затем к этим же ценностям относятся витражи в виде розы, они так и называются. Их было три в свое время, но в результате пожаров, происходивших в другие периоды истории, сохранился только один, и он остался. Далее 12 скульптур, которые украшают стены собора, были обмонтированы до начала реставрации, находились в момент пожара в другом месте, то есть они вообще никак не пострадали. К ценностям относится, например, группа колоколов, их больше 10, самый тяжелый из них 23 тонны, он имеет отдельное имя, его зовут Эммануэль. С ними также ничего не произошло. Знаменитые статуи Гаргулии и Химеры, это такие статуи фантастических существ, но это самое известное, что приходит на ум, когда вы произносите Нотр-Дам де Парис. И из них самая популярная это Химера Стрикс, она как бы задумчивая женщина-птица, некоторые говорят женщина-черт, в общем, кто что видит. Она в задумчивости сверху с крыши смотрит на Париж, и этот сюжет, этот образ воспет и в картинах, и в мюзиклах, и в литературе, и прочее. С ними, опять же, ничего не произошло, единственное, что на самом деле, ну, можно сказать, большой потерей, это, конечно, готический шпиль, установленный в 12 веке, он погиб, его высота была 96 метров, но восстановить его, конечно же, можно. Вот и, собственно говоря, и все, ценности, витраж, венок, химеры, колокола, ничего не пострадало. По сути, по факту, сгорела только крыша. Вот тут на фотографии хорошо видно, что же на самом деле пострадало. И тем, кто думает, что это какая-то катастрофа, возможно ли это восстановить, вот для этих людей я сделаю небольшой ракурс и немножко расскажу вам о соборах Европы. Я думаю, что это будет познавательно, и, может быть, вы в ближайшее время хотите путешествовать по Европе, может быть, я натолкну вас на какие-то мысли по этому поводу. Но мне хотелось бы сказать несколько слов, и тогда в конце ролика вы поймете, что я вам пытаюсь рассказать. Итак, когда я говорю о европейских соборах, ну вот самое первое, что мне приходит в голову, это из того, что я видел собственными глазами, это, конечно же, собор в Барселоне. Это так называемый Саграда Ля Фамилия, да, это собор святого семейства в Барселоне. Ну, это шедевр строительства или мысли великого архитектора испанского Антонио Гауди. Ну, вообще вся Барселона, это, по сути, Гауди, если вы знаете, там больше десяти сооружений архитектурных и улицы, и отдельных дома. Необыкновенная архитектура, если кто-то вдруг не знает, он как бы пытался в камне повторить природу. Вот черепаший панцирь, его часто вдохновляли там соты, например, какие-то рисунки на крыльях птиц, початки кукурузы, бананы, различные ягоды. Он все это воспроизводил в архитектуре. И в 1882 году начали строить этот собор. Гауди молодым человеком принял участие, и до конца своих дней, больше сорока лет, он возводил этот собор. Основная его мысль была в том, чтобы сделать необыкновенный собор. Собор, который не был бы похож на все остальные. Если вы когда-нибудь были в готическом соборе, то первое ощущение обычное, ну, по крайней мере, у меня, когда я захожу, это ощущение склепа. Это темные камни, такие высокие своды. Все это упирается в небо, конечно, здесь должны быть мысли о Боге, о восхождении души к Богу и прочее, это понятно. Плюс, конечно, создавалась специальная акустика для особого звучания органа, и так построены все готические соборы. Но там всегда большой контраст с темными камнями, с золотом, всегда интересна, конечно, алтарная часть и прочее, но всегда приблизительно одно и то же такое мрачное, тяжелое ощущение. А в этом соборе, саграда, фамилия, тут совершенно другая история. Гауди считал, что человек, который зайдет в этот собор, его не должны ничего пугать, а наоборот, у него должно возникнуть приподнятое состояние духа. И поэтому посмотрите, как он сделал. Он расположил окна, свет и витражи на разных уровнях, и отсюда совершенно фантастическая игра света. Через вот эти многочисленные витражи и блики, то, что там образуется, это такая веселая музыка, аллегра. Внутри этого собора у тебя, наоборот, поднимается настроение, хочется жить, это какой-то оптимизм. Плюс сама идея, как говорят гауди, заключалась в том, что вот эти колонны должны создавать ощущение леса, как будто бы ты в таком архитектурном лесу и своды упираются в звездный небосвод. Это вот такая была идея. И посмотрите, как выглядят своды собора. Это какой-то фантастический калаш. Трудно поверить, что это могут создать человеческие руки. Ну и, конечно, когда ты рядом с собором находишься, просто смотришь на его масштаб, на его размер, ты чувствуешь себя буквально маленьким-маленьким муравьем. Сверху можно пролететь на вертолете, посмотреть, конечно, как вписывается он в архитектуру Барселоны. В общем, если вы когда-то будете в этих местах, обязательно, конечно, посетите этот собор. И строительство собора официально закончится в наше время, в 2026 году. И строится этот собор с 1882-го 137 лет. Многие говорят, что это долгострой. Ну, потому что, представьте, за 137 лет уже сменилось, идет четвертое поколение барселонцев, а собор до сих пор еще не закончен. Те, кто говорят, что это долгострой, они не знают, сколько строили Миланский собор. Вот это тоже второе любимое мною место, одно из первых достопримечательностей, которые я сразу поехал посмотреть, когда попал в Европу. Людям, кто впервые попадает в Милан, я советую доехать до этой площади именно на метро. Я думаю, что не случайно конкретно на площади сделана станция метро. Вы как бы выходите из подземелья, поднимаетесь наверх и бац, перед вами фантастическое здание из белого камня. Говорят, это единственный белокаменный или беломраморный готический собор. То есть остальные все темные, а этот белый. И он контрастирует на вот этом фоне итальянского неба. Это, конечно, тоже впечатляет. Находясь рядом с Миланским собором, вы просто стоите, смотрите на все это и думаете, какая мысль, какой мозг мог создать все это. Вот эти башенки, бесконечные шпили, всю лепнину, все скульптуры, все библейские сюжеты, которые там. Это так тонко сделано, это очень красиво сделано. Сама дверь собора поражает. И просто обойти вокруг этого собора, то есть вот вокруг него обойти, достаточно много времени вам понадобится. То есть это грандиозное, а огромное сооружение. Вот эти фотографии сделаны на крыше. Для фотографа это место, где вы можете бесконечное количество кадров делать. И этот ракурс интересен, и здесь здорово, и тут что-то проглядывается. Внутри Миланский собор не так интересен, как внешне. Он такой скромный, там есть, конечно, известные картины. Но, конечно, его самая основная ценность – это он как архитектурное сооружение. И строился Миланский собор, внимание, 579 лет. В 1385 году началось строительство. Во времена Наполеона уже его строили больше 300 лет. И считалось, что он получил свой законченный вид. А затем еще 200 лет делали внутреннее убранство. И в общей сложности, официально, строительство закончилось, опять же, в наше время, в 1965 году. Представьте, поэтому те, кто думают, что Барселонский собор – это долгостое, ребята, о чем вы говорите? Испанцы, они совершили прыжок во времени. Они просто спринтеры по сравнению с итальянцами, которые полтысячи лет строили один собор. Но я не буду я, если я не приведу вам последний умопомрачительный пример. Это, конечно же, Дрезденская фраункирхи. Это то, что вас оставит в состоянии непонимания и, может быть, даже эстетического шока. Итак, вот эта фотография сделана в 1945 году. Вот так выглядел Дрезденский собор, так называемая фраункирхи. Фраункирхи – это женская церковь. То есть понятно, что это ничего, это просто груда камней. Вот две такие стенки как бы остались и статуя Мартина Лютера на фоне ничего бездны. Нужно сказать, что вообще во время Второй мировой войны в Германии было повреждено или полностью разрушено больше 30 соборов, церквей, относящихся к средним векам и прочее. Например, собор Пассау был разрушен полностью, восстановлен с нуля. Дальше. Собор в Шпайре во времена Французской войны его разграбили и подожгли сами французы и пострадал во время Второй мировой войны, дважды восстановлен. Но это такие наиболее известные. Бременский собор в том числе. В Бременском соборе вот в этом полностью была разрушена одна из башен. Ну а фраункирхи – это просто было пустое место. И в 1994 году началось восстановление фраункирхи. Самое интересное – восстанавливали его за счет добровольных пожертвований. 600 тысяч человек собрали деньги, создали фонд и было собрано 180 миллионов евро в 1994 году. Почему так поздно, спросите вы, почему через 50 лет после войны? Потому что очередь долго не доходила. За эти годы восстанавливали другие соборы. Еще раз немцы без какой-либо посторонней помощи своими собственными силами. Особенно после войны, когда голод, когда и так нужно много чего восстанавливать, восстанавливать, скурпулезно восстанавливали свои объекты исторической ценности. В 1994 году дошла очередь и до фраункирхи. И за 10 лет эту церковь с нуля построили. То есть речь не о восстановлении купола или крыши. Речь о полном возведении этого здания по рисункам, по сохранившимся документам 10 лет. Вот здесь на этой фотографии, с левой стороны, вы видите, что специально оставили вот эту часть, чтобы в назидание тому и вообще для восхищения людей, с какого состояния была эта церковь восстановлена. И вот это все внутри, вот эта красота сейчас существует. Но это еще не самое интересное, господа. Из 180 миллионов собранных денег не все деньги ушли на строительство. 20 миллионов остались. И вот эта группа, занимающаяся восстановлением, отчиталась перед городом Дрезденом за каждую копейку. И 20 миллионов были возвращены еще в городской бюджет. Что же сейчас о Нотр-Дам-де-Пари? Уже через два дня мы знаем, что Бернар Арно передал фонд восстановления Нотр-Дам-де-Пари 200 миллионов евро. Что Франсуа Анри Пино 100 миллионов евро. Что непосредственно бюджет города Парижа выделяет 50 миллионов на восстановление. И регион Иль-де-Франс выделяет следующие 10 миллионов. Кроме прочего, будет отдельный счет, куда все со всего мира могут собрать деньги, ребята, на восстановление крыши. То есть через два дня уже собрали больше 300 миллионов на восстановление крыши. А в 1994 году немцы за 160 миллионов восстановили Фраун Кирхель. Это я специально привел пример для тех, кто пессимистично настроен и думает, что с Нотр-Дам что-то произошло. Что то, что там произошло, не поддается восстановлению. И что якобы произошла какая-то глобальная катастрофа. Ребята, за 160 миллионов с нуля поднялись стены и внутреннее все убранство сделали буквально за 10 лет. И кто говорит, что Эммануиль Макрон слишком оптимистичен, говоря, что за 5 лет будет восстановлено, не оптимистичен он, правильно он говорит. За 5-7 лет максимально то, что сгорело, можно восстановить. На примере Фраун Кирхель. Поэтому лично я считаю, что не произошло ничего катастрофического. Да, случаются пожары. Да, случаются различные катаклизмы. 90% всех совершаемых аварий. И в том числе на дорогах. И во время строительства. И не говоря уже о войнах, которые люди затеивают. Всегда происходит по причине людей. По причине плохой организации. По причине человеческой халатности. Просто по незнанию, по неумению и так далее. То есть человек создает, как мы видим, уникальные вещи. И человек, к сожалению, разрушаемый. Это ход вещей. Но все это можно восстановить. Можно не только восстановить, но и отчитаться о каждой копейке. Это русским, которые считают, что любые объекты должны создаваться за какие-то колоссальные катастрофические средства. Ничего подобного. Если не воруют, можно восстанавливать дешево, сердито, красиво, правильно, справедливо и прочее. Кто говорит о закате европейской цивилизации? Ребята, не уподобляйтесь таким тупым, как Ксения Собчак. Не все так страшно. Всякое случается в этой жизни. Самое главное, как мы реагируем и как мы поступаем после. Ну, а на тех примерах, которые я вам привел, очень много времени я уделил и Барселонскому Собору, и Миланскому Собору. Я хотел вам показать, что человек способен на многое. Человек способен на умопомрачительные вещи. И уж восстановление крыши Нотр-Дан-де-Пари – это не такая большая проблема. Всего вам доброго. Оставайтесь здравомыслящими. Не впадайте в истерику и останавливайте тех, кто начинает говорить глупости. Делайте ссылки на мой канал. Возможно, кого-то этот ролик направит на правильные мысли, рассуждения. Я буду рад тому, что значит, я работаю не зря. Всего доброго. Продолжение следует...